Конкурс – это вид муниципальных торгов, в котором победитель определяется аукционной комиссией. При этом предлагаемая цена может не являться решающим фактором в пользу того или иного участника. Главный фактор победы – это выполнение условий. Цена может быть менее важна. Что может продаваться на торгах по приватизации путем конкурса? Акции акционерного общества. Доли в основном капитале общества с ограниченной ответственностью. Объекты речных портов. Объекты культурного наследия. Памятников истории культуры народов Российской Федерации. Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену. За указанное имущество. При условии выполнения таким покупателем условий конкурса. Правила проведения конкурса. Конкурс открытый по составу участников. Предложения по цене заявляются открыто в ходе торгов. Один участник конкурс признается несостоявшимся. Прием заявок не менее 15 дней. Признание претендентов участниками. Пять рабочих дней с даты окончания приема заявок. Один участник конкурс признается несостоявшимся. Одно лицо может подать только одну заявку, одно предложение по цене. Проведение конкурса не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками торгов. Задаток 20% от начальной цены. Перечисляется на счет, указанном в информационном сообщении, подтверждение выпиской из этого счета. До признания претендентов участниками можно отозвать поданную заявку. Уведомление победителю в день подведения итогов. Если победитель конкурса отказался от заключения договора, задаток ему не возвращается. Заключение договора с победителем в течение пяти рабочих дней с подведения итогов конкурса. Внесение изменений и дополнений в условия после подписания договора не допускается. Договор купли-продажи должен содержать условия, которые должен выполнить, подтвердить и порядок подтверждения выполнения этих условий. Срок выполнения условий – один год, если иное не предусмотрено федеральным законом. Не исполнение условий долечет за собой расторжение договора купли-продажи. Соответственно, имущество остается в государственной или муниципальной собственности. В случае не исполнения победителем конкурса условий, а также неналежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи государственного или муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Если указанное имущество остается соответственно в государственной или муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются, помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи в размере непокрытого неустойки. При уклонении или отказе победителя в установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное имущество на конкурс может быть приватизировано любым их способом, предусмотренных законом Российской Федерации о приватизации. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.